всем добрый вечер в данный момент вечер и здравствуйте кто будет смотреть дальнейший ролик меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса честно сказать я не планировал сейчас снимать видео и как видите я не совсем одет так как я обычно одеваюсь и опять моя занавеска чё произошло я не планировал ничего снимать но возвращаясь с одной встречи с одного мероприятия понял что как бы поздно я не вернулся есть о чем поговорить потому что я в перерывах смотрел почту было время ответить на спрашиваю почитать и интернет почту и в контакте посмотреть вопросы и получилось задуматься да о некоторых вещах на какие-то вещи вы меня натолкнули о чем поговорить можно и хочется сказать сделать такой небольшой ролик тире объявление тире рассказ что ли да но прежде всего чем я вот начну сегодняшнюю тему я хочу вот заключить такое маленькое пари с вами точнее даже не пари а ну такой односторонний пари что я его заведомо подписываю договор не пари а договор договор заключается в том что я буду говорить вам сейчас полную ну то что я говорил до этого правду это я щас не буду говорить это как бы это будет странно да я сейчас вам расскажу важную правду которую вы должны знать кто как к этому отнесется несутся по-разному мои клиенты знают принцип светофора но скажу вам честно то что я буду говорить она не всем понравится и понравится наверное далеко не всем несмотря на то что я уже приехал домой и немножко как-то осмыслил то что я хочу до вас донести наверное не будет тех эмоций которые я мог бы выражать там еще два три часа назад может она и к лучшему иначе это видео было бы сплошное истыканье и пи 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 пикатором и так далее поэтому я вам хочу сказать что я буду говорить правду как она есть как и всегда но в этом ролике особо подчеркну что я буду говорить вам правду чтобы не было вот потом вопросов а правду ли вы говорили я вам говорю я говорю правду верите вы этому или не верите хотите вы к этому там как вы относитесь к этому вот я вот я в чем я был так я и приехал вот я сел перед вами я мог переодеться одеть какую-нибудь старую рубашку толстовку еще чего-нибудь развернуть фон поставить опять да я вот пришел домой сел перед камерой как вот я был так ей такой я и есть вот собственно комната да в которой я занимаюсь ничего не трогал то есть и не переодеваюсь вот как пришел так и сел вот я снимаю для вас видео значит первый момент по поводу правды значит несколько тем как вы знаете мы открыли сайт до без невроза тиви прежде всего хочется пояснить я сейчас буду многое пояснять ролик такой пояснение тире рассказ начнем с того что я буду пояснять что такое сайт и чем я занимаюсь и какие у меня планы на будущее там да и кто мне пишет и как с каким предложением а потом уже начнем некоторую тему которую я веду сейчас своем коучинге покажу вам что такое коучинг потому что не объясню почему я хочу вам это показать тренерская работа в психотерапии неврозов насколько она актуальна значит но сначала небольшой и жескач жескач начнется с того что последние полгода нет регулярно вступают предложения особенно это участились за последний месяц когда мы выпустили дистанционный курс и открыли новый сайт подчет предложение таких посыпалось каждый день и не по одному совершенно из разных людей я вчера решил себя перепроверить и полез в яндекс посмотреть чем занимаются люди вообще в области реклама потому что как вы знаете я себя никогда не рекламировал вот к первому моменту по поводу маркетинга рекламы я не занимался ни какой рекламной кампании вообще ни разу я день назад попробовал сделать яндекс директ и это для того чтобы просто посмотреть что там происходит и честно ребят полный пипец там происходит я посмотрел что там за компаний что там за люди кто-то продает воду от всд кто-то обещает исцеление навсегда от всд кто-то напишешь значит еще какие-то методы только у нас и только сегодня значит не методика такого-то такого-то там черного как камня какого-то исцеления в общем я не буду сейчас все перечислять да потому что это это с жопа вот реально конкретно все это вчера начитался до этого момента я вот многие думают сколько я вложил денег спрашивают сколько вы вложили в раскрутку я вложил в то чем я занимаюсь 0 рублей 0 копеек я уже вам рассказывал что я снимал свои видео на камеру мобильного телефона здесь только на той стороне комнаты была фиолетовая лампа и выложил их ютюбе я не вкладывал деньги вообще ни во что сайт не подарил умит на конструкторе юкус да старый я не вкладывал вообще ни рубля не в директ не в продвижение не в оптимизацию не в рекламу не во что у меня не было никогда никаких вложений объясню почему то что я никогда не подходил к тому чем я занимаюсь как бизнесу это никогда не было изначально темой заработка и никогда это изначально не планировалось мной и сейчас не планируется как способ зарабатывания денег но есть пояснение очень важное когда я начинал в 2006 2008 году свою работу я делал это бесплатно все это знают прекрасно я занимался по вечерам вот у меня есть там старенькие старенькие клиенты когда это стоило 350 или 450 рублей я с 9 до 6 работал в компании а с 7 до 11 занимался с людьми и так каждый день и делал это сначала бесплатно потом стал брать 450 рублей потом больше и больше не что происходило у меня никогда не стояла цели делать бизнес на теме неврозов и сейчас не стоит у меня всегда стояла цель объясню какая помните мою двухчасовую исповедь до рассказа себе кто не смотрел можете посмотреть на моем сайте в разделе биографии там я говорил немного о том как я пришел в психологию психотерапию сейчас я вам хочу показать вообще еще раз что такое невроз и еще раз как я и что я делаю вообще в целом чтобы меня понимали но кто хочет понять тот поймет кто не хочет тот не поймет два с половиной года назад я уволился из своей компании для того чтобы полностью посвятить себя психологии я работал директором по маркетингу серьезной компании да в зоосфере зообизнес у меня было все хорошо с хорошей зарплаты с хорошей перспективой но я понял что как-то это меня подутомило а психология психотерапия была мне ближе по душе сейчас объясню почему и цель была такая что цель была зарабатывать столько же сколько я зарабатывал будучи менеджером наемным но заниматься тем что мне нравится и так оно и было первый год я зарабатывал ровно столько сколько зарабатывал работая менеджером но возник маленький косяк я там допустил большие просчеты у меня по деньгам получалось также а по загруженности получалось ну чуть ли не больше потому что я работать мне приходилось 8 утра до 10 вечера с небольшими перерывами и это очень сильно изнашивает организм особенно когда ты стараешься и когда то чем ты занимаешься является важным для тебя делом это очень сильно изнашивало соответственно клиенты конечно получали радость до удовольствие а я потихонечку изнашиваться со временем никаких идей в плане бизнес у меня не появилось единственное что у меня было всегда косяк и до сих пор есть косяк это время вот время и ресурс которым я обладаю он до сих пор является главной моей головной болью с которой я ложусь спать который я просыпаюсь те интеграции на сайте которые мы сделали да онлайн оплата кто-то воспринимает это как магазин хорошо без проблем воспринимаете это как магазин делалось это изначально для того чтобы некоторым клиентам у которых есть возможность оплачивать консультирование и занятия дистанционно картами или электронной валютой не бегали в банкоматы не бегали в банки с оплатой это делалось для них а не для вас потому что если у моих клиентов есть такая возможность я им предоставляю я не продаю вот просто так скандачка да вот где вы видели рекламу допустим моих дисков или где вы видели рекламу меня исцеление от панических атак алексей красиков представляет уникальный метод вы никогда этого не видели и никогда это не увидите потому что я никогда не себя не рекламирую словами я изобрел метод который исцелит вас потому что это все херня если вы видите как рекламу изобрели изобренный метод с исцелением только сегодня осталось 12 часов 53 минуты это херня это развод в плане бизнеса и продают вам информацию и продают ее за деньги а теперь я уже начинаю вспоминать что я хотел вам сказать когда ехал домой мне поступает каждый день предложение на тему давайте обменивая обмене обменяемся базы клиентов вы сделаете рассылку по нашим клиентам а давайте мы сделаем рассылку по вашим а алексей у вас так хорошо получается давайте мы создадим будем вашими партнерами будем продавать ваши диски и будем продавать значит ваши вы будете записывать лекции мы будем на диске продавать будем продать по всему снг там такие-то проценты будем Я говорю, видите, в задницу. Я замучился посылать в задницу людей с коммерческими предложениями на тему, как они будут меня продвигать, как они будут продавать мою информацию, как они будут ещё что-то у меня продавать. Я не занимаюсь бизнесом в том плане, ребят, в котором вы представляете и мне предлагаете. Если бы я занимался бизнесом, я бы ещё два с половиной года назад завесил бы всю Москву и завесил бы весь интернет баннерами сенсации, исцеления, избавления, невроз, это ко мне и прочей хернёй. И сделал бы кучу DVD-носителей, расфигачил бы всё это платно, купил бы себе базу, тысяча пятьдесят подписчиков, потом бы я бы купил себе комментарии, я бы купил себе лайки, накрутил бы счётчики, купил бы несколько десятков комментариев, благо это делается несложно. Накрутить YouTube, накрутить контакт и сделать фейковые страницы, сделать фейковые отзывы, это в принципе один день работы человека, который на это специализируется, даже нет. Вы никогда этого не увидите. Я не занимаюсь своей группой, я не занимаюсь никаким продвижением, оптимизацией, ещё чего-то. И никогда этим не занимался. И не было у меня никакой задачи. У меня была задача с детства. Помните мой последний ролик, этот самый, внутренний конфликт, который я сейчас буду развивать дальше? У меня была с детства главная невротическая идея, которая сформировалась до 10-летнего возраста. В определённых условиях это быть полезным. Дальше я свою эту задачу невротическую реализую. И реализую её определённым образом. И в определённый момент возникает проблема. Давайте я нарисую, как это происходит вообще в целом у людей, чтобы вы понимали. Вот есть главная центральная... Блин, не подготовился. Есть главная центральная задача. Центральная... Ну, пускай будет задача. Центральная задача. Допустим, ну вот в моём случае это быть полезным. Да? У этой центральной задачи есть 4... Это такая матрица сейчас у нас будет. 4 способа реализации невротической потребности. Первый способ – это любовь. Второй способ – это здоровье. Даже не способ, неправильно. Да, здоровье. А составляющая, я бы так сказал. Четвёртый способ – это деньги. И это будущее. Любовь, здоровье, будущее и деньги. Вот такая самая примитивная, простая матрица невроза. Смотрите, что происходит. У человека есть центральная тема. Допустим, возьмём меня. Быть полезным. Ну, предположим. Или любого моего клиента. У каждого здесь формируются собственные задачи, собственные цели. Внутренние. Он их не осознаёт. До работы с психотерапевтом он не в курсе. Он не в курсе про полезность. Он не в курсе ни про что. А потом он начинает жить. И возникает у него в области любви. Любовь – это семья, любовь. В области здоровья, возможностей. Здоровья, как он себя чувствует. В области видения будущего и смысла того, что он делает. И в области денег, как инструментария того, чтобы всё это реализовывать. Вот в этих вот векторах начинаются проблемы. И проблемы напрямую. Не просто проблемы. Потому что проблемы есть у всех. 23 часа. Спасибо. А проблемы такие, которые начинают не давать ему реализовывать определённую центральную тему. Если для человека важен элемент любовь и семья, забота, поддержка, тёплая семья, тёплый муж, тёплая жена. И тут будет косяк, будет центральный внутренний конфликт. То же самое касается будущего. Будущее – это депрессия. Я буду снимать ролик по депрессиям. Если человек теряет видение будущего, он видел будущее таким-то образом, а потом просто потерял видение этого будущего, начинается депрессия. И то же самое касается деньги, как инструментария. Если это инструментария достижения цели, а с деньгами засада, тоже будет проблема. Но всё это есть у каждого. Но не все болеют неврозом. Неврозом болеют те, у кого определённые жизненные обстоятельства начинают очень сильно конфликтовать с центральной темой, с центральной потребностью. И вот я вам хочу сказать искренне. У меня всегда была задача быть полезным. И по всей логике я должен был пойти в медицинский. Но как-то у меня не удалось осознать это раньше. И я всю свою жизнь до 26 лет перебирал разные профессии. Начиная с парикмахера, заканчивая всевозможным парикмахер, тренер, диджей, официант, менеджер фитнес-клуба, тренер фитнес-клуба, зообизнес, академия по грумингу. Я всё время пытался быть полезным. Поэтому я был очень хороший на вторых ролях как помощник руководителя, как человек, входящий в команду управления компанией. Потому что я генерировал постоянно что-то для кого-то и что-то делал. Потому что у меня есть такая центральная потребность. Это моя невротическая идея. Я должен быть полезным. Соответственно, когда у вас есть такая центральная потребность, вы не просто работаете и не просто вкладываете себя, вкладываете свои усилия. Вы не просто пашите, а вы очень сильно мотивированы внутренне на изучение данной темы, на развитие себя в этой теме. И спустя какое-то время, у меня возникает неврот в 2006 году, я начинаю как раз понимать, что я не реализую свою главную идею. Я не реализую себя как полезным. И потом я интуитивно нахожу себя в том, что у меня получается консультировать людей по теме панических атак, неврозов, агорофобии и прочих проблем невротических. У меня получается. И люди начинают давать мне обратную связь со словами благодарности, и мне это нравится. И я интуитивно догадываюсь, что это то, что мне нужно было. Я начинаю развивать эту тему и развиваю её так, без рекламы, без вложений, что в принципе на сегодняшний день меня замучили с вопросами, а сколько вы денег вложили, а где вы там это, а куда вы будете двигаться, а сколько вы вкладываете, давайте мы вложим денег и сделаем из вас вообще пипец что, а давайте мы будем продавать ваши диски, а давайте мы будем продавать ваше это. На сегодняшний день у меня нету, я не рассматриваю психотерапию как инфобизнес или как бизнес такой или иначе. У меня всегда была задача быть полезным для моих клиентов. Но я столкнулся с одной важной проблемой, с проблемой моей личной вовлечённости в процесс, потому что это очень сильно изнашивает, и одновременно с проблемой эффективности для моих клиентов. Чем больше я вовлечён в процесс, тем больше я изнашиваюсь и устаю, теряется эффективность. Чем меньше я вовлечён в процесс, тем меньше людей могут воспользоваться моей услугой, которую я им предоставляю. Соответственно, найти баланс здесь очень сложно и нелегко. Теперь про мои планы, которые я буду дальнейшие шаги делать, потому что есть там ряд людей, особенно один персонаж, который меня сюда донимает с вопросами про деньги. Что для меня деньги, почему я поставил там деньги, почему я стал брать за это деньги, как мне не стыдно брать 300 рублей, а где мне найти 600 рублей, как вы посмели попросить 600 рублей, а почему вы вообще деньги берёте. То есть, ну да, вот такие вот вопросы. Объясняю. Во-первых, я... Это моя работа. Это первое. Я больше нигде не работаю. Другое дело, что если выключат в России интернет, и если запретят психотерапию, то я, безусловно, смогу реализовывать эту центральную тему потребности совершенно в других сферах, потому что я проработал свои невротические внутренние проблемы, и я знаю, как с этим работать, и я до сих пор над собой работаю каждый день. Моя главная цель – это быть полезным, а моя профессия и то, что я делаю – это средства реализации. Деньги в моей профессии являются таким же средством реализации моей главной центральной темы. Что значит для меня быть полезным, а почему нужны деньги? Вы хотите, чтобы вам помогало больше количества людей? Мне нужно подготовить специалистов по этому вопросу. Просто так найти Васю, Петю, Машу с улицы и сказать, вот тебе, значит, текст, заучи это от сих до сих, я тебе дам людей, будешь им это читать – это хрень полная. Чтобы найти специалистов, их подготовить – это очень непростой момент. Но тут возникает момент еще более непростой. Эти люди тоже имеют семьи, они тоже кого-то кормят. Им тоже нужно кушать, им тоже нужно питаться. Они стоят денег. Соответственно, офис, оборудование, ремонт, интеграция тоже стоят денег. Вы думаете, что это все дается мне вот так вот что-либо легко? Вот я вот сижу, бабло у меня капает, и все у меня тут, значит, золотое. Как вы видите, мне сегодня не хватает на центр, который я хочу. Мне не хватает людей. Мне не хватает грамотных людей рядом. Мне не хватает людей, которые хотят учиться, потому что с этим вообще большая проблема. Мне не хватает финансов для того, чтобы построить то, что я хочу построить. Целью чего? Зачем мне это все нужно? Не для денег. Моя главная цель – это быть полезным. Полезным – это А, в моем понимании. Популяризировать психотерапию в наших странах. Я имею в виду сейчас СНГ. Потому что там полная засада с этим. Главное СНГ – удаленные районы Украины, Белоруссии, Казахстана и России. Но когда мне в Москве люди подходят на мероприятие и говорят, Алексей, мы прошли там, 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 там клиники, там клиники, там клиники. Фиг с ними, что непонятные цены вообще, как они образуются, эти цены. У меня вообще непонятные цены образования. Это другой вопрос. Но третий вопрос – что же там происходит? Единица случаев, где происходит что-то объективно адекватное, но стоит это очень неподъемных денег для большинства стран, для большинства населения граждан нашей страны. Государственная медицина на себя не берет функции этого развития. А если и берет функции, то функции старой психиатрического подхода, что в корне неправильно по отношению к современному миру и по отношению к этим людям, которые живут в мегаполисах. Не надо кормить транквилизаторами, антидепрессантами людей. Вот у американцев есть такая проблема, да, они там ВВП поднимались с своими антидепрессантами, но там в этом-то и весь косяк, что если у американцев убрать антидепрессанты, то будет полная задница с этой нацией, потому что уровень стресса, который там на самом деле находится, он гораздо более велик, и сама по себе нация гораздо более стрессообразующая, чем русский человек. Поэтому, конечно, там антидепрессанты гораздо проще нацию посадить на розовые таблетки, у тебя все будет хорошо, демократия, все классно. Хотя на самом деле, если убрать у всех американцев антидепрессанты, то там будет революция будет вообще. Поэтому, чтобы там не было никаких революций, очень грамотно накормить всех антидепрессантами, да, и считать, что это счастье такое. Ну, мало ли, что у тебя, значит, долг, которым будут расплачиваться твои бабушки, дедушки, тети, дяди, сыны, внуки. У тебя там несколько миллионов долларов долг, а получаешь ты 25 тысяч долларов в год. И ты эти миллионы не отдашь никогда на несколько поколений. Но это не важно. Главное, это сегодня счастье. И там такой образ мышления, что, конечно, с неврозами и с депрессией будут проблемы. Поэтому там так сильно развита а. фармакология, б. психотерапия. И там люди ходят как к стоматологу, как к любому врачу, каждую неделю, постоянно, потому что они знают, насколько это важно. Насколько важно, либо ты садишься на колеса, либо ты занимаешься своим развитием. И я вам предлагаю точно такой же выбор. Либо вы садитесь на колеса, либо вы занимаетесь своим развитием. Так вот, мои цели, да, это сделать полезной, популяризировать психотерапию. Сделать ее доступной. Потому что, как я сказал выше, цены, которые я вижу, и то, что там есть вода святая, какая-нибудь заряженная, еще что-нибудь заряженное, чудный метод, значит, родить второй раз, и ты увидишь пуповину, и тебя светит. Еще что-нибудь, еще что-нибудь. В современном 2013-м годе, ну, с моей точки личного зрения, это, конечно, очень оригинально. И я столкнулся с такой проблемой. Вот поймите меня правильно. Желающих много, за что вам огромное спасибо, а возможностей моих мало. Цены поднимать я могу до определенного уровня. Я считаю, что сейчас цены достаточны для того, чтобы откладывать на то развитие индустрии, которую я хочу, и чтобы еще сохранять собственное здоровье, собственные силы для того, чтобы быть полезным. Я могу упахаться, вот вы задаете вопрос, а вы работаете ночью? А давайте вы меня в два часа ночи примете? А давайте в семь утра. Ну, давайте я буду работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. И вы через месяц про меня вообще забудете. И не будет ничего больше. Вы должны понимать, что важен баланс. Вот как в терапии невроза важно человеку вернуть баланс между всеми четырьмя базовыми элементами. У него должен быть баланс в любви дома, с семьей. У него должен быть баланс с деньгами. У него должен быть баланс с целями и с перспективой, для чего он сегодня это делает. И естественно, у него должен быть баланс тела. Тело – это здоровье. Если у вас не будет этого баланса, вы будете всё время, вот, как ослик с двумя морковками. Одна морковка спереди, одна сзади. И будет всё время проблема. И моя задача – вам этот баланс помочь восстановить. Я не махаю волшебными палочками. И я помогаю вам восстановить как раз вот этот баланс, потому что дисбаланс этих факторов и приводит к вас к неврозу. Потому что эти ситуации, в этих факторах попадают в центральную тему, которая не реализуется. Вот. Дальше продолжаем, значит, сделать доступную психотерапию, её популяризировать. Как я буду это делать? Один в поле не воин. Согласны. Я загрожен на 101%. И я, в принципе, в начале года поставил себе цель развить возможности для того, чтобы мои клиенты, которые мне пишут с утра до вечера сотню писем, когда вы меня примете, когда, 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 чтобы они начали что-то делать, начали прогрессировать. Если вы думаете, что весь невроз – это сплошные телесные симптомы, ребят, это большое заблуждение, это полная фигня. Ваши панические атаки, страх выходить на улицу, значит, страх причинить кому-то вред и стать сумасшедшим, страх сойти с ума и прочие телесные, мыслительные, поведенческие проявления. Если вы думаете, что это и есть невроз, вы глубочайным образом заблуждаетесь. То, что вы выставляете как главную центральную проблему, является лишь маленьким придатком того, что происходит. Давайте я вам это вот здесь нарисую. Вот на самом деле вы обращаетесь ко мне, вот здесь я нарисую симптомы. Пускай они будут разные, да, и вегетативные, и головные боли, и тахикардии, и панические атаки. Вот это всего лишь навсего вот здесь вот стоит, в уголочке. Потому что вы не видите вот этой всей большой проблемы, которую вы не видите вообще ни разу. У вас есть только симптоматика, которой надо бороться, с которой надо воевать, обсуждать. Хотя вы не видите, что проблемы возникают именно вот в этих всех сферах. И вот именно в этих сферах возникает вся проблема. И моя задача помочь вам еще раз, да, вот здесь наладить гармонизацию. Тогда у вас не будет никаких проблем. Тогда вот это никогда не появится, и не будет у вас вылезать. Вы спросите, какая взаимосвязь симптомов и вот этого, прямая. Потому что невроз – это защитный механизм. Для того, что если у вас вот здесь вот серьезные проблемы, вас уводит ваш организм для того, чтобы сигнализировать. Эй, алло, что-то ты не так живешь. Что-то ты не так делаешь с людьми. Что-то ты не так к ним относишься. Что-то у тебя не так с семьей своей. Что-то у тебя не так с финансовым успехом. Что-то у тебя не так с будущим твоим. Что-то у тебя не так со здоровьем и с телом твоим. Очнись. Эй, алло, доброе утро, wake up, приехали. И организм начинает сигнализировать всевозможными способами, чтобы вас испугать. Заставляет вас бояться чего-то нелепого. Заставляет вас задуматься, наконец-то. Но вместо того, чтобы задуматься, вы идете на какие-нибудь несчастные идиотские форумы. Начинаете находить дебилов по интересам. Общаться с этим, понимаете? Потому что люди-то все разные. Есть люди, которым вообще вот это не надо. И там вот менять. Там, в принципе, такое мировоззрение. И вы заражаетесь этим дебилизмом от этих людей. Нафига? Вы себя топите. Если вы хотите развиваться, окружите себя людьми, которые об этом не мусолят. Которые успешны по-своему. Которые развиваются. Которые чем-то, что-то делают. У которых есть результат. Если вы будете мусолить вот эту тему, вы никогда вот здесь не поменяетесь. Если вы хотите вырасти, а психотерапия в моем понимании, в том, чем я занимаюсь, это личностный рост. Именно поэтому я сейчас переключаюсь больше на тренерскую работу. Ну, как видите. Больше тренерской работы. В чем заключается тренерская работа? Да потому что я путем области эксперимента, и область... Даже не то, чтобы эксперимента, а объект моих исследований был грамотный подход к терапии неврозов. Как это лучше делать? И увидел то, что больше всего важна именно работа тренерская вот в этих ключах. В этих ключах. А чтобы ты в этих ключах мог быть эффективен для людей, ты должен, а, это понимать сам, б, через это сам пройти, и, ц, постоянно сам развиваться и быть эффективным как ты, так и в результате своем эффективном. И показывать эффективный результат. А не продавать успешный успех или секретный секрет от панических атак, от ВСД, исцеления, вся правда, только сегодня и только сейчас, только на этом курсе. Вот это, конечно, вызывает улыбку и иронию. Чтобы помогать людям с неврозом, ты должен быть человек, который этим занимается, сам вот в этих вот областях быть достаточно эффективным. Не делать вид, что он эффективный, а эффективный со своим мировоззрением, со своей точкой зрения, который может чего-то людям дать, чего-то людям, чему-то, что-то передать, подсказать и увидеть. Вот тогда это будет эффективно. Потому что бедный студент, который обучает тому, что я вам помогу заработать миллион, это смешно. Человек, который никогда не испытывал панических атак и никогда не знал, что такое невроз и паника на борту самолета и еще где-то, это смешно. Психолог, который никогда не знает, что такое невротические симптомы, как они происходят, и что такое вегетативная нервная система, это смешно. Человек, который в принципе архитичен, толстый, мокнущий, пукающий, говорит вам про здоровье, это смешно. Человек должен быть примером, своим результатом, только тогда это будет эффективно. И главное, это должно быть в определенной системе подано. Причем эта система должна еще уметь затачиваться персонально под кого-то. Теперь переходим обратно к теме, что я начал делать. И я понял, что я один не могу быть эффективен, мне нужны партнеры, мне нужны помощники. Я привел в эту свою работу моего друга Максима, который мне сейчас помогает по многим техническим вопросам. Но Максим не психотерапевт, хотя его уже завалили вопросами по психотерапевтическим моментам. Он вешается уже начинать, потому что он говорит, я не знаю, я обещаю, что я не могу. Он мне обещает, ну как же вы сказали, будете отвечать. А чем отличается патогенез от психогенеза? Максим говорит, я не знаю. Он говорит, ну как ты не знаешь? Ты же должен знать, ты же с Крайсковым работаешь. Да не должен этого знать. Он должен знать другие вещи, другими делами заниматься. Проблема в том, что я не могу вам сейчас посоветовать каких-то специалистов, потому что я буду нести за них ответственность, я буду нести за них определенную гарантию результата и процесса. Я работаю над этим, и у меня есть на примете люди, с которыми я буду работать. Но мне надо с ними, а, связаться, б, договориться. Потому что даже если они будут идеальными специалистами, и мне будет нравиться, и мы найдем общий язык, но они скажут, ты знаешь, трешка часа, и я буду работать. Но вы будете платить три тысячи или четыре тысячи в час? Но кто-то будет. Но я бы не заплатил четыре тысячи в час дистанционно. Я считаю, что максимальная цена для дистанционного занятия в России на сегодняшний день это полторы тысячи. Я думаю, что это потолок. В принципе. И то эта цифра уже немногим под силу. Поэтому надо делать то, что может... Но полторы тысячи – это час. А чтобы... Если мы говорим про панические атаки, если мы говорим про агорофобию и невротические расстройства, то это не час. Это десятки часов. Соответственно, это 15, 30, 45, 50 тысяч. Даже по полторы. Да? Ну, это растягивается, безусловно. Надеяться на то, что есть какие-то святые методики, эффективные, которые подходят всем и прямо сегодня и только сейчас за 5 занятий «Я тебя исцелю», полный курс избавления и исцеления – это всё херня. Потому что каждый человек индивидуален. Каждому человеку надо подбирать по-своему компоненты того, из чего будет состоять его личный внутренний рост. Начинаем из чего? Психологи, кто слушает, хочет, запишите. Кто хочет, пересматривайте. Запоминайте. Раскрываю вам секреты, фишки. Первое – вы начинаете с работы с симптоматикой. Вы объясняете, обучаете человеку о том, что такое вегетативное, невротическое, что такое психотическое, какие симптомы, как они образуются, что такое адреналин, что такое норадреналин, как это всё образуется, почему, что такое инстинкт, что такое вытесненные эмоции, что такое эмоции. Это блок информации, который должен быть клиентом усвоен. Именно этому посвящён, кстати говоря, первый диск. Да, можете подумать, что я сейчас продаю диски. Думайте, как хотите. Кто хочет, тот сейчас это поймёт. Вы должны первое – усвоить эту информацию. Потому что та информация, которая вам подаётся в интернете, с разных каналов, это, конечно, часто противоречиво. Мне надо, чтобы мои клиенты обладали конкретными знаниями, без лишних искажений, так скажем. Вот этому посвящён, допустим, первая часть. Затем вы должны научить своего клиента правильным когнитивно-поведенческим техникам, для того, чтобы работать А – с панической атакой, Б – с избеганием, С – со страхами, В – с навязчивостями. Эти четыре пласта – паническая атака, избегание – это горофобия, навязчивые мысли и… Там что у нас? Паническая атака, Избегание, навязчивые мысли, А – и ритуалы, и поведение. Вот эти четыре пласта. У вас должны быть конкретные в руках практические техники. Да, это не глубинная терапия, но это практические техники, которые дают клиенту осознание того, что он, а, не подыхает, наконец-то, уже за 15 лет, б, он не падает в обморок, и он может ходить, и он не паникует. Это дает ему колоссальное облегчение как минимум в половину, а то и сначала во все 100. Другое дело, что потом с этих 100 он откатится опять на 50 назад. Это 100%. Объясню сейчас почему. То есть сначала вы его обучаете, зачем вы ему даете конкретные техники, ему становится хорошо, он говорит, блин, спасибо, и вы его должны затормозить, сказать, подожди, куда ты? Именно поэтому вот ребята, с которыми мы начали заново в групповые занятия, я им говорю, что, ребят, наш обучающий и практический материал будет посвящен буквально ну, 5-6 первым занятиям. После 6 занятия мы заканчиваем говорить о симптомах и заканчиваем обсуждать паническую атаку, ВСД и прочую хрень. Это мне неинтересно. Это им неинтересно, потому что моя задача наладить их личность вот в этих сферах, вот в этих сферах вот эту вот фигню, вот эту вот вегетативную, которую вы считаете главной проблемой, это не главная проблема вообще. Мы на это тратим обычно 5-6 занятий, ну, 7 от силы, да, повторяя упражнения, повторяя, 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 чего-то добиваясь, уже первичного прогресса, мы сразу начинаем прыгать дальше. Дальше начинаем прыгать, а, в мысли, б, в поведение, в эмоции. Потом мы начинаем прыгать еще глубже в потребности, потом мы смотрим, как эти потребности преломляют поведение, а затем мы понимаем, откуда эти потребности. И дальше начинается трансформация. Начинаем работать над этим. И кто-то работает много, кому-то, кто-то всю жизнь, я всю жизнь над этим работаю. Я всю жизнь совершенствуюсь. Я вот как в 2006 году закончил испытывать панические атаки, все вегетативно-невротические симптомы фобического характера, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, седьмой год пошел, как я не заканчиваю работать над собой. Что я имею в виду? Я имею в виду личностный рост, учебу, отслеживание собственных мыслей, работа с агрессией, работа с беспокойством, работа с эмоциями, работа со многими компонентами. И я это буду делать до конца, потому что это развитие. Терапия невроза – это не 2-3 сеанса, и вы исцелились. Невроз, как писала Карен Хорни, это личностный рост. И если вы избавились, исцелились, как вы любите говорить, от этого, это еще не значит, что вы куда-то выросли и убрали свою невротическую идею. Она у вас просто, она у вас сохранилась. Проблема в том, что просто вас не пугают вегетативные телесные симптомы. Но сама проблема-то невротическая осталась, и наша с вами задача работать именно над этим. Вот. Теперь я вам хочу показать... Нет, прежде чем я вам покажу, про деньги рассказал. К вопросу. Не пишите мне больше про деньги. Почему 300 рублей? Почему 600? Потому что вебинар, который по социофобии, который я за 600 рублей вам выдаю, там техники и информация, которая в принципе 600 рублей не стоит. Она в принципе дает людям понимание того, почему, черт побери, он все время боится людей. Почему он испытывает тревогу, беспокойство и прочие странные социофобические страхи перед окружающим миром. Там в принципе есть то, на что он все время искал ответ. Если человек не может за это заплатить 600 рублей, то печально. Печально. Потому что у вас нет мотивации даже 600 рублей заработать. О чем можно тогда говорить в принципе в вашем развитии, если вы не можете заработать 600 рублей на ту информацию, которая вам нужна. О каком тогда личностном росте в принципе идет речь. Потому что ребята, девушки, юноши, мужчины, женщины, люди уже пенсионного возраста, если они хотят, они это делают. Теперь я вам покажу, что такое хотят. Кто исцеляется, а кто не исцеляется. Давайте я вот вашим термином, исцеление. Вот есть девочка, она говорит, мне ни хрена не помогает. Ну, предположим, или мальчик, не важно. Девочка находится вот на этом уровне. Это не значит, что она на низком уровне, это просто ее уровень. Вот тут у нас девочка, допустим, там, Клава. Клавдия. Красивое и отличное имя. Не обижайтесь Клавдии, просто редкое имя, чтобы никого не попало. Вот у нас девочка Клавдия. И она говорит, мне так хреново, мне плохо, вы мне только от симптомов избавьтесь, я сразу буду работать, я сразу буду учиться, я сразу пойду туда и туда, и налажу, налажу, и любовь налажу, и сразу деньги у меня появятся, и будущее увижу, и здоровье у меня будет хорошее. Вы только мне симптомы уберите, пожалуйста. Я говорю, хрен нас два, у тебя что изменится. Объясняю, почему. Клавдия не выходит на улицу, там, передвигается с мамой, с папой, она живет дома, и на самом деле деньги дает ей мама или папа, сейчас это не столь важно, то есть, в принципе, как бы деньги есть, деньги дают, а работать она не работает, учится она не учится. Ну, могут быть разные отклонения по этой формуле, но суть одна и та же, что, в принципе, если бы Клава была честная с собой, а я, как вы видите, сегодня и абсолютно всегда честен с вами, и люблю быть честным с собой, потому что, если вы будете врать самому себе, вы будете болеть неврозом, не надо себе врать, надо быть с собой честным, поэтому я вам сегодня этот ролик эмоционально и снимаю, хотя кому-то это будет не понравиться, что я буду вам показывать, он будет длинным достаточно. Вот на самом деле, у этой Клавы нормалек все, у нее все хорошо, у нее есть деньги, у нее есть еда, у нее есть дом, квартира, у нее, в принципе, она спит, ест иногда, кушает, спит, еще что-то делает, в принципе, с мамой передвигается по городу, в принципе, живет, ее кроме вот ее симптомов, ничего особо не колышет, или еще каких-то маленьких отполнений, в лучшем случае, Клава может сделать небольшое усилие над собой, если какая-то, ну, ситуация, мама нету дома, и надо в магазин сходить, или еще какая-то, но в целом, Клавина, динамика вот здесь, ей все устраивает, когда у нас здесь Клава, которая говорит, что ее все не устраивает, типа, а вот здесь вот объективность, что ее все устраивает, вот здесь вот, плюс на минус, дает, энергия равно минус вообще, здесь нет никакой энергии вообще, у нее нет никакой мотивации, что-то делать, у нее нет мотивации смотреть ролики, бесплатные, у нее нет мотивации заработать 600 рублей на вебинар по социофобии, у нее нет мотивации заработать деньги на личную терапию, И у нее нет мотивации заработать 6,5 тысяч в рассрочку даже на тот материал, который я для нее записал, разжевал все, записал и на диске, и это, сделал ингредиенты, сказал, что мы это еще тебе подберем персонально через почту. У нее нет здесь мотивации, потому что у нее, в принципе, все устраивает. Но когда, если бы у нашей Клавдии был ребенок, были проблемы, где у нее нет денег, где у нее все действительно хреново, как бывает у многих моих клиентов, то они на самом деле прилагают максимальное количество усилий, потому что у них потребность на самом деле в понимании, что такое невроз и выздоровление гораздо выше, чем у этой Клавы. У них вот здесь вот не хочется, а надо. Ей надо выздоравливать. Ей надо зарабатывать деньги. Ей надо идти кормить ребенка. Ей надо. И вот когда ей надо, вот тогда просыпается разность этих полярностей, и разность плюса на минус будет давать огромное количество энергии для того, чтобы Клава делала упражнения, чтобы она выходила на улицу и старалась, и старалась, и старалась. И у такой девочки или у мальчика будет результат. Вот у такого результата не будет никакого. Вот ты расшибешься в лепешку, приведешь ему лучших психотерапевтов, приведешь ему лучших тренеров по мотивации. Хрена с два, он что будет делать? Вот это будет делать один-два дня, потом все это забросит, какие бы ему бизнес-планы не расписали, ой, не бизнес-планы эти, как его, но бизнес-планы по бизнесу, перспективы на годы, да, там, цели поставили, таргетирование какое-нибудь поставили, еще что-нибудь. Да ничего он не будет делать, потому что ему не надо. Вот когда ему будет надо, почему вот все успешные люди, да, бизнесмены, политики такие успешные, почему они такие энергичные все время? Почему они все что-то придумывают, что-то, какие-то новые продукты делают, и что-то постоянно что-то делается у них? Потому что у них надо гораздо больше, чем они сегодня есть, даже если ты долларовый миллионер. У тебя сегодня хватает пару миллиардов на твою идею, и тебе надо где-то пару миллиардов найти. У тебя все время энергия выше крыши. А когда у тебя как бы ВСД симптомы, но у тебя как бы на самом деле все устраивает, если ты себя обманывать сейчас не будешь, у тебя все устраивает. И вот ты пальцем носу и ковыряешь, у тебя все устраивает, и пишешь мне по поводу, а где мне найти 300 рублей, Алексей, на вебинар? Ну это же пипец, мы же в такой стране живем. Ну где мне 600 рублей, я же студент. Ну да, я же такой нещущий. Говорю, дед, ну я не знаю, где тебе найти 600 рублей. Значит тебе это так ни хрена и не нужно. Потому что если бы тебе было надо, ты бы этим занялся, и ты бы это изучил бы, вызубрил. Ты бы этого вцепился бы в камень, ты бы нашел одного психотерапевта, второго, третьего. Ты бы это добил, потому что у тебя есть цели, где тебе надо развиваться. У тебя задачи там стоят. Если у тебя здесь ни хрена никаких задач не стоит, то тебе ни хрена и не надо ничего делать. Тебе организм будет сигнализировать, что надо выздоравливать, давай, что-то делай. А ты говоришь, ну в принципе мама денег дает, мама вот ходит, что-то мне готовит, стирает, убирает. Мне все хорошо, ну как бы мне плохо на самом деле, да. Но на самом деле тебе не надо. И вот когда тебе будет надо, тогда ты получишь большой пинок под задницу. И во многом коучинг делает это надо. И во многом моя тренерская работа, которую я преломляю в терапии, да, невротической, это и система мотивации, и система образования, и система самоорганизованности, потому что большинство моих клиентов вообще дезорганизованные люди. Есть клиенты с невростынией, которые излишне организованы. И их эта организованность как раз к неврозу и привела. Вот у меня была недавно клиентка, да, она даже выходные не могла нормально проводить, потому что все время надо чем-то заниматься. И такое повышенное внимание, повышенная потребность загружать свой день, свой рабочий день и выходной день делами, это тоже невротическая идея, потому что тут есть некоторые косяки. И вот когда вот она в себе разбирается, когда она находит в себе баланс, вот тогда все и образуется. Тогда и симптомы не такие яркие, не так они переживаются. Запомните еще очень важный момент, что вегетативных реакций нет только у трупа. Любой живой человек будет испытывать вегетативную реакцию, тахикардию, экстрасистолы, дисфункции и так далее, пока он жив. Либо пока не попал в кому, не дай бог. Потому что это естественный момент. Вся вегетативная реакция, вегетативно-телесная, сосудистая и прочее-прочее, кожаная и так далее, это естественная реакция в организме. И нет в этом ничего особенного. Вопрос просто в том, что а, насколько они яркие, и б, насколько вы их правильно трактуете и понимаете. Если вы вегетативные реакции трактуете как катастрофичный приступ смерти или приступ чего-либо, отеков, удушья, спазма и прочих хрений, которые в голову приходят, потому что вот здесь очень много всего в голову приходит, тогда у вас одна интерпретация. Когда вы прошли тот хотя бы первый-второй курс и понимаете, что это, то уже не так все плохо. И к вопросу о том, что делаем дальше после образования. Образовали, дали техники, а вот дальше, чему и посвящен вторая часть вот этого дистанционного курса, собственно говоря, это как раз набор инструментов, помимо работы с симптоматикой, это набор инструментов и анализ вот этих вот моментов. Но нельзя записать диск или книгу, чтобы всем, знаете, такую матрицу поставить, ты делай так, делай так, делай так, и ты будешь счастливым. Или, знаете, вот это, а я тебе сегодня научу как быть счастливым, всего 15 тысяч, и ты будешь счастливый, и то, что ты вот хотел. Знаете, оплати только сегодня курс 10 тысяч рублей, и ты узнаешь, как же такое счастье. Вот это все, конечно, ну, хочется ругаться, но не буду, да. Для того, чтобы, во-первых, каждый человек счастливый по-своему. И у каждого свои центральные темы. И он об этом даже не в курсе. Чтобы найти эту центральную тему, я, ваш покорный слуга, любой мой психотерапевт, знающий, да, должен постараться, чтобы самому это понять и дать еще это понять своему клиенту. Когда мы понимаем вот эту центральную тему, которая у него образовалась ввиду его детских отношений, мы понимаем потом дальнейшее его поведение, все эти косяки. И только потом мы собираем эти косяки, над ними работаем. Понять центральную тему, понять, вот, где косяки и как над ними работать, это индивидуальный процесс. И моя задача в начале года была сделать продукты, в кавычках, да, которые помогают ожидающим клиентам начать работать. А, с образованием, Б, с упражнениями, и третье, находить и работать над этим. И я и сделал то, что я назвал дистанционным курсом. И то, что пишут мне по поводу бизнеса, по поводу алчности, по поводу еще какой-то хрени. Ребят, ну не заходите на сайт, ну не смотрите, ну не читайте, ну ничего вы вот, чего вы мучаетесь от этого. Ну вот, я сделал себе так. У меня есть персональные занятия, у меня есть групповые занятия, у меня есть и все. И я загружен на 100%. Я могу не проводить ни вебинаров, не делать дистанционных продуктов. Я могу вообще, в принципе, больше ничего не делать. И я буду уже загружен на много лет работы. И вообще ничего не делать. Вы же думаете, что мне вот, я провожу вебинары и делаю дистанционный курс, потому что это вот просто тупо деньги, для чего тогда? Для меня тупо деньги, это неинтересно. Моя главная задача изначально в этой профессии, это быть полезным. И создавать те возможности для моих клиентов, чтобы и я был полезен, потому что это мой невроз. Потому что он меня привел в свое время к паническим атакам, потому что я был бесполезный на работе, да, на прошлой. Ну, как, во всяком случае, я интерпретировал. Хотя, объективно, если бы я... Если бы мне сегодня появился такой человек, который бы мне это объяснил, ну, наверное, было бы все по-другому, конечно, да. Так вот, я столкнулся с этой невротической проблемой, и благодаря ей я сегодня здесь. Поэтому, наверное, вы столкнулись со своей невротической проблемой, благодаря которой вы способны вырасти над собой. И моя задача вам это помочь. Сделать. Вот. Что теперь я дальше хотел вам рассказать? Я тут накидал себе, пока ехал. А, ну, по планам, значит, что по планам? Я сделал дистанционный продукт, который, там, кто-то воспринял как меркантильный бизнес. Думайте, что хотите. Вот я собрал ингредиенты. Я выслал это тем, кто хочет. Вот кто хочет не стоять на месте развиваться. Вы хотите, изучайте эти продукты, изучайте эти ингредиенты. В обратной связи через почту со мной мы будем подбирать под вас эти ингредиенты, правильно их компоновать. Если вам это не подходит, не надо. Хотите, приходите на вебинар, на онлайн-трансляции, если вы не можете найти своего специалиста в своем городе. Не хотите, не приходите. Хотите считать меня бизнесменом? Да, если это с точки... Бизнес – это дело. Ну, дословно, да? Предприниматель – это какое-то что-то предпринимает. Человек. То есть, получается, что человек, который что-то предпринимает, и у которого есть некое дело, то это априори жур, этот самый, как это, вор, машинник и обманщик. То есть, предпринимать и что-то делать в нашей стране – это априори пипец как плохо. Вы наживаетесь на горе других людей. Но вот глупее фразы придумать невозможно в принципе. То есть, по-вашему, все врачи, все помогающие профессии – это, по вашей логике, наживается на горе других людей. Правильно я понимаю? То есть, люди даже, которые на кладбище работают, и закапывают, значит, и там, роют ямы – это тоже наживание на горе людей. То есть, по вашей логике, весь сплошной мир – это наживание на горе людей. Тогда я понимаю, почему вы читаете мой… почему вы подписаны на моей базы, почему вы подписаны и смотрите. Потому что у вас вообще проблема, судя по всему, в жизни, если вы интерпретируете мою работу как наживание. Вот я вам хочу сейчас… Давайте сейчас тест проведем. Кто смотрит этот ролик? У кого сейчас эмоции наживаются, рекламируют, обманывают, хочет нас склонить к продаже. Вот я вам сразу могу сказать, вот так вот, знаете, свою чакру. Знаете, сейчас я вам… Это любимая тема, блядь, этих эзотериков. Сейчас я вам через энергию свою пошлю и увижу. Слышь, подождите. Я почувствовал. Я чувствую, значит, я… Сейчас я вам скажу, что я вам чувствую. И чувствую я то, что у вас, в принципе, в жизни большие проблемы. Потому что, если вы думаете обо мне, вот сейчас, что я это делаю не искренне, а просто вот пытаюсь это продать, то вы, в принципе, всю свою жизнь будете винить всех вокруг. У вас вокруг виноват Путин, Медведев, государство, город, муниципальное управление, коррупция, низкие зарплаты и прочая хрень, которую вы можете перечислять. Если… Это проблема. Потому что, вместо того, чтобы подойти к зеркалу, посмотреть на себя, потом хотя бы соизволить, написать себе обстоятельства. Любовь, семья, здоровье, будущее, цели, ваши цели. Нахрена вы вообще, что вы делаете в жизни? Для чего? Для чего ты работаешь? Вот ты каждое утро ездишь на работу. Для чего? Зачем? Деньги зарабатывать? Зачем? Семью, зачем? Какой смысл всего этого? Что ты… Вот ты вот этот смысл видишь? Вот я, например, могу сказать, для чего я все это делаю? Для чего мне деньги? Для чего я каждый день встаю с утра, еду там без выходных работать? Я знаю для чего. Деньги – это инструмент. Это инструмент для реализации целей. Если у тебя нету цели, то ты вообще потерянный ежик в тумане. Для чего ты работаешь? Для чего ты деньги зарабатываешь? Для чего ты машину покупаешь? Для чего ты одеваешься? Для чего? Зачем? Какая цель? И с этим надо разбираться. И вот посмотри на себя. Если у тебя все вокруг виноваты, начиная от государства, заканчивая всеми системами, которые только можно, и людьми, то у тебя большие проблемы. И тебе дальше этот ролик смотреть не нужно. И тем более смотреть мои последующие видео, подписываться на рассылки и прочее. Зачем? Ты бесполезна. Может быть, через некоторое время ты сможешь что-то понять. Это важно. Потому что если вы будете сохранять... Я не говорю, что все должны меня любить. Потому что парень, брюнет в костюме, в галстуке, значит, еще и с платочком придурок, да, какой, вообще вызывает в принципе в России недоверие. Скажет, о, блин, либо пидорас, либо разводил его. Вот два варианта в нашей стране, понимаете? Вот глядя на меня, я специально не переодевался просто. Я просто специально не переодевался, потому что мне как бы, ну, все равно. Я приехал с мероприятия, я хочу поспать. И пока я переоденусь, туда все разверну камеру, поставлю фон. Мне не хотелось. Я хотел с вами поговорить. Потому что я много отдал там Максиму, да, делегировал, и я потерял немножко с вами контакт такой. Я хотел просто с вами поболтать и рассказать. Это еще не все. Подождите, сейчас еще женщина нам достанется. Значит, поэтому если ты считаешь, что вот если я в очках, в гаустуке, и что-то вот пытаюсь строить из себя умного, если эта цель разводил его, то тебе в принципе не надо дальше смотреть мои ролики, и не надо ничего делать. Потому что, судя по всему, это и есть причина твоих проблем, которые ты испытываешь. Посмотри, сколько у тебя злости внутри, посмотри, сколько у тебя агрессии. То есть, вот вся... Вот попробуй сейчас закрой глаза и вспомни все на все, что ты обижаешься, огрызаешься, все, что тебя бесит вокруг. И ты увидишь на самом деле, я хочу сказать очень большую истину, что все, что тебя бесит, и все, где ты раздражаешься, это ты злишься на себя самого. Все, что тебя бесит, все, что тебя раздражает, это ты так сильно на себя злишься. На самом деле. За твои успехи в жизни, за то, что ты достиг, и за то, какой ты человек. И вместо того, чтобы послушать, ну, не меня, представь, что меня здесь нету, послушать и вот это услышать, если ты хочешь, конечно, и способен на это, что ты, вся твоя злоба и агрессия, это один сплошной большой, большой невроз по отношению к самому себе. Ты недоволен тем, что у тебя здесь. Ты недоволен тем, что у тебя здесь. Ты недоволен тем, что у тебя здесь и здесь. Все это вызывает огромное противоречие с центральной задачей. И, естественно, Красиков может быть замечательным буфером для того, чтобы все это говно слить, понимаешь, на кого-то, потому что тут и оно и образуется. А если ты можешь вот начать менять себя вот в этих обстоятельствах, то тебе не... И принять себя таким, какой ты есть сегодня, без иллюзий, да? Я это когда-то смотрел, снимал ролик про первый нулевой этаж. И работать над своим характером, уметь на себя брать ответственность, не перекладывать ответственность на себя, у меня уже панические атаки, я уже выйти не могу, мне 42 года, я с мамой хожу до сих пор. Если ты поймешь, увидишь себя и собственное поведение, увидишь собственные результаты. У меня был недавно в группе парень в достаточном возрасте, достаточно сложная агорофобия, там за 40 ему, ближе к 40. Тяжело было, но он старается, он понял, он говорит, блин, мне так стыдно из-за себя, Леха, как я мог вообще, ну что же это такое, ну как мне стыдно, ему стыдно было, ему стыдно было приходить на занятия, ни хрена не делать. И он рассказывал, как он, ему было тяжело, ему было паника, он там, то сначала туда, потом туда, но он говорит, я, говорит, справлюсь, я, говорит, вот за 4 месяца я сделал определенный радиус, да, он начал передвигаться, там, большой радиус, он говорит, я добью дальше, спасибо тебе большое. Был парень с очень сложной социофобией, много не изменилось за 4 месяца, потому что там очень сложная социофобия, очень сложная, не просто социофобия, которую можно устранить с помощью вот вебинара, да, вот этого техника, но когда он эти техники взял, он говорит, ты знаешь, мне по-прежнему тревожно и иногда страшно, но я понимаю, что уже не так, как было раньше, что-то где-то щелкнуло, и я буду над собой работать, и я справлюсь, спасибо тебе огромное. Вот это очень важно, чтобы человек это понял, потому что если ты будешь ныть, винить всех вокруг, и считать, сколько они зарабатывают, куда они тратят деньги, а сколько он денег тратит на себя, на свою девушку, и вообще на одну ли девушку он тратит, да какая тебе разница, какая тебе разница, я тебе, если ты хочешь воспринимать ту информацию, которую я тебе даю, воспринимай, если ты не можешь найти 600 рублей в жизни, на то, чтобы получить техники от вебинара, ну печально, что я могу сказать, горе побежденным, ваша задача это действовать, моя задача вам помочь, и правильно скорректировать ваше направление. Закончим, потому что сегодня большая лекция, но последний я вам хочу сказать такой бонус, да, я не планировал, планировал вообще поэтому снимать отдельный ролик, но давайте я сниму, если уж вам хочется, или все-таки потом. Давайте я всю эту тему большую с депрессией и разницу между депрессией и неврозом сниму в следующих роликах депрессии и невроз, и затрону, тему сейчас затрону важную по поводу семей, вот да, у нас здесь есть элемент любовь, одна из техник проработки этого момента. То, что я сейчас буду говорить, вообще многих вскроет, в принципе, да, эта техника достаточно вскрывающая, ну не техника, а то, что я сейчас буду говорить, многих разочарует, кого-то заставит задуматься. Вы вообще задумывались, почему в нашей стране так много разводов? Почему средний цикл жизни семьи в Российской Федерации три года? Объясню, как это связано с психоанализом. В детстве, я буду сейчас коротко, уже час, вы утомились. В детстве у девочки и у мальчика формируются определенные потребности, которые формируются благодаря отношениям в родительской семье. Варианты отношений в родительской семье могут быть совершенно разные. Возьмем два типичных варианта, два из многовариантных, чтобы вам было просто проще увидеть свои косяки и всю суть вашей проблемы. Возьмем пример А. Девочка, которая по разным обстоятельствам, их масса, нуждается в отце. У нее ей нужен теплый, мягкий, заботливый папа, за которым она будет как за каменной стеной и как метафора опоры и поддержки. И возьмем мальчика, которому нужна девушка, которая будет его поддерживать или заботиться как мать, которой либо не хватало, которой либо была. В общем, они нуждаются. Один нуждается в мужчине, одна нуждается в мужчине как в отце со всеми факторами, другой нуждается в женщине как в жене, как в матери, со всеми факторами. Вот большинство, 98% людей на планете, которые не занимаются психотерапией, личным ростом, но уже больше. Сейчас уже больше людей, которые это знают. Осталось, наверное, процентов 90, которые это не знают, из которых, наверное, процентов 80 никогда к этому не придут. Я надеюсь, что вы сейчас это поймете и дальше будете этим заниматься и войдете в десятку процентов, которые будут понимать, что происходит. Смотрите, как это выглядит. Вы выходите замуж и женитесь не на человеке, на самом деле. Вы не выходили замуж за Василия, потому что он такой человек, потому что он такая личность. Вы его личность знаете очень поверхностно. Вы не женились на женщине Клавдии, потому что она личность. В большинстве случаев, но я сейчас не Вас конкретно имею в виду, в большинстве случаев я сталкиваюсь с тем, что люди вступают в те или иные отношения, в браке или без брака, наделяя людей, которые вокруг них, вот эти, да, вторые, в кавычках, половинки, функции. Они влюбляются и выходят замуж за функцию, а не за мужчину или за женщину, как за личность. Женщина, допустим, нуждалась в функции отца, защита, поддержка, опора. И если она увидит в этом мужчине функцию, она подумает, что это тот суженный и ряженый, который должен был ей явиться, и же эта любовь. Она спутает определенное понимание любви и гармонии взаимодействия с функцией отцовской. А потом через два года у этого мужчины, ну, поменяются, как бы, планы, поменяется функционал, поменяется функция, и функция уже ее удовлетворять не будет. И она, знаете, такая утром просыпается и говорит, ой, Вась, а кто ты такой вообще? Ты так изменился за два года? Вообще, я выходила замуж за другого человека? Конечно, ты выходила замуж за другого человека, потому что ты выходила замуж за функцию, а не за Васю. А Вася говорит, слушай, я таким же был, какой я и был, что ты гонишь вообще? Потому что Вася действительно, каким был, таким он и остался. Он как был личностью, со всеми своими плюсами, минусами, но вы в большинстве случаев личность не видите. Вы видите функцию, в которой вы нуждаетесь. То же самое в мужчине. Он выходил, он женился на функции. А потом эта функция стала другой со временем, потому что человек трансформируется постоянно, ему функционал меняется. И он говорит, бля, ты кто такая вообще? Ты какая-то стерва стала. Ты что-то какая-то вообще странная. И что-то у тебя 20 килограмм лишних как-то. Вот откуда это все? Ты же не ел никогда столько... Он не видел личность человека. Он не видел саму Клавдию как человека, как структуру. Он женился на функции, которая потом поменялась и его разочаровала. Поэтому столько разводов, поэтому столько непониманий, поэтому столько брошенных детей. Потому что люди думают одним местом. Сначала делают детей, сначала думают одним местом, сначала выходят замуж и женятся на функции, потом эта функция теряется, они героически разочаровываются, и начинаются проблемы. А потом возникает, украинского столько работы. Потому что дети воспитываются в таких семьях. И, естественно, это закладывает потом у этих детей, которые жили в такой семье, у которых были проблемы с родителями, потому что родители по функционалу женились, а потом поняли, что это пипец. Естественно, у ребенка не формируется модель семьи, у него не формируется понятие защищенности, у него не формируется понятие толерантности к фрустрации, у него способность выдерживать стрессы. У него не формируется способность любить, у него не формируется способность принимать, там куча чего не формируется. И потом они приводят нам, моим коллегам детей, говорят, у меня ребенок странный, панические атаки начались. Да, конечно, потому что все начинается с семьи. Вот есть такая в социологии, да, и в психологии, вот эта семья как ячейка. Все начинается там. Вот как в семье. Вот если здоровые отношения в семье, если папа, мама, как мы говорим, проработаны, ну, не то, что они такие, знаете, такие, отмороженные такие, проработанные, они... Что такое проработанность? А. Вы должны знать свой личный психоанализ и свою структуру психоаналитическую, то бишь, свои потребности, чтобы не выходить замуж за функцию, а людей видеть. Б. Вы должны четко отслеживать и уметь в любом случае видеть свои мысли и как они на вас влияют. Если вы будете уметь видеть мысли и их контролировать и правильно, гибко интегрируете рациональное мышление, вы не будете испытывать тупых эмоций и еще более тупого поведения. И вот человек, который знает свои психоаналитические потребности, который понимает и знает работу своими мыслями, умеет испытывать и выражать, как говорит гестартист, и закрывать гештальты, то есть выражать свои эмоции и проживать ситуацию, не проживать ее, выражать, быть настоящим и искренним и еще правильно, и все видеть, как это влияет на ваше поведение, вот тогда вы считаете в кавычках проработанными. Нельзя быть полностью проработанным никогда, но более-менее можно. Вот в такой семье не будет проблем с детьми, потому что будет баланс. Но о том, как воспитывать детей, не то чтобы как такое научение, а о том, что говорит психотерапия, воспитание ребенка, о том, что говорит психотерапия о отношениях мужчины и женщины, я могу вам рассказывать много. О том, что говорит психотерапия в плане, вот это только я начал, вот эту тему, только копнул ее. Тут еще есть тема денег, для мужиков особенно важно, потому что у женщин-то вот здесь больше, они здесь реализуются как женщины, для женщин очень важно быть женщиной, это семья, это дети, а для мужика очень важно, ну там тоже важна семья, Но больше важна реализованность, как я могу делать Как я мужчина И вот тут возникают проблемы И будущие планы Будущие перспективы, для чего я живу сегодня Я только копнул вот эту тему Заметьте, я вот про эту тему сейчас не говорил А ваш невроз-то вот тут заложен И когда вы это поймете У вас будет прогресс Я надеюсь, что я все сказал Немножко такой кейс получился у нас сегодня И последнее по целям Я коплю на центр Создаю собственных специалистов Нанимаю их на работу Да, можете назвать это бизнесом Когда это будет центр психологического консультирования Но а, у этого центра психологического консультирования Будет задачи, миссии Не финансы Деньги это будет инструмент для развития Задача это популяризация психотерапии в стране Это сделать ее доступной по деньгам Поэтому это тоже проблема Да А какие дальше цели Это развивать личностно клиентов Не просто тупо убрать паническую атаку Дать им DVD-курс исцеления А развивать личностно людей Да, во всех сферах гармонической личности Ну и развивать их параллельно Еще и вот в плане того, что я сейчас показал Еще и дополнительные Вводить им дополнительные возможности Поскольку я все-таки тренер По первому образованию по фитнесу То будут дополнительные идеи По телесным По работе с телом По работе У меня куча вариантов Как это все развивать У меня все это нарисовано и структурировано Но просто так с кондочка Это очень сложно сделать И нанять специалистов сложно Да, в Москве дорогие специалисты Вы не будете платить этих денег за этих специалистов Надо сделать это качественно и доступно Чтобы найти баланс между качеством и доступностью Я сейчас и выстраиваю все это И если у вас придет в голову гениальная идея Назвать это бизнесом Называйте Но тогда вам делать со мной нечего Я в принципе вам все сказал Поэтому Если вы хотите дальше ныть По поводу где-нибудь достать 300-600 рублей Ну блин, ребят Ну не знаю где Ну не знаю Не знаю как ответить на вопрос Значит тебе так это нужно Я не говорю, что сейчас все должны поскидываться И купить все мои там Я загружен на 100% Я вам максимум что могу предложить Вот если ты смотришь ролик сегодня первый раз И не понимаешь, что это за чувак такой непонятный Как я сказал, то ли пидор, то ли еще кто-то Простите, ребят Вот, гомосексуалисты Я ничего против вас не имею Просто, ну так Вот, да Просто так большинство людей у нас думают Поэтому я на их языке стараюсь говорить Чтобы они меня понимали, да Либо пидераст Либо, значит, вот какой-то бизнесмен Кто так думает Дальше не смотрите ролики вообще Кто так не думает Вы можете посмотреть ролики Которые находятся в разделе лекций на сайте Вам придется потратить несколько дней на то Чтобы изучить весь материал Там десятки часов Бесплатной, важной информации Когда ты эту информацию всю посмотришь И у тебя будет такая вот голова От того, что ты охренеешь От того, что ты поймешь Ты можешь начать над собой работать А техники по социофобии, которые есть Они в принципе входят в основу работы с любым неврозом Светофор, зеркало и было бы лучше Ты можешь приобрести вебинар Если ты имеешь возможность Потратишь 600 рублей Давай я так скажу Потому что на личной консультации Записаться сложно Ты можешь подождать И дождаться объявления о наборе группы Группа будет идти 5 месяцев Они эффективны Там мы разбираем все По этому плану Тем более я каждый раз Работу с группами Модернизирую и эволюционирую Я развиваюсь лично Группа меня развивает Я развиваю группу Это всегда взаимообмен Поэтому каждая новая группа Для меня это Что-то более новое Более доступное Более сжатое Рационализированное Разжеванное и так далее То есть чем выше группа Тем выше ее Информационный и результативный статус Вот Можешь дождаться группы Можешь ждать вебинаров Можешь вообще про меня забыть Послать мне нахрен Сказать, что это полный дебил И пойти в какое-нибудь другое место Абсолютно Я в принципе все вам сказал Простите, что отнял у вас Там час пятнадцать Но я хотел с вами Немножко поговорить Спасибо До встречи А И будет значит Впереди депрессии И вот такие вот Важные темки Именно Такие Из элемента коучинга Которая у меня сейчас Начинается Вот как раз По этим вот аспектам Поэтому я Не только психолог Консультант Я еще и личный тренер Именно по Только не говорить Тренер по успеху Тренер Какому нахрен успеху Тренер по Если хотите Некоторым Личностным качествам В плане Невротических моментов Назвайте это Личностным ростом Называйте это Коучинг Личный Мотивации Постановки целей Не знаете только Это успех У меня очень прошло Не надо Это просто Работа над собой Я человек Который вам помогает Работать над собой И Только не с позиции Учителя А с позиции Зеркала Да Но и часов Спасибо Потому что я не могу Вас учить жизни Я вам Должен Правильно Правильными методиками Показать Самого себя Вы самого себя Видите И мы принимаем Какие-то решения И я вас сопровождаю В вашем росте Мы идем Вместе Рука об руку Параллельно Я тебя вперед Не толкаю И я тебя Не притормаживаю Мы идем вместе Я держу в руках Фонарик И свечу тебе Перед тобой И ты видишь дорогу Но выбираешь Сам куда идти Ты говоришь Давай туда Я говорю Окей Смотри Давай это изучим И это изучаем А что ты сейчас чувствуешь Что ты сейчас думаешь Ага Вот кто-то втлоткнулся Я скажу Ничего Не бойся Вставай Втряхнись Идем дальше Потом ты опять оступился И мы идем вместе Параллельно Это очень важно Бывает так Когда тебя толкают Впереди Говорят Я сейчас тебе скажу Как надо Исцелю тебя И ты выздорове 15 часов Бывает так Человека не дотягивают Он как-то идет И его назад тянут Вот общество С которым Вы в большинстве случаев Общаетесь на форумах И в интернете Это люди Которые тянут вас назад Хотите расти лично Хотите развиваться Отсекайте людей Которые вас тянут назад Но это один из Таких аспектов О котором мы говорим В индивидуальной работе Спасибо вам большое До встречи Впереди депрессии И дети Воспитание детей И всевозможные Дополнительные темы Увидимся На просторах интернета До встречи Пока